В качестве декоративной собаки-компаньона многие заводят бассет-хаундов. О них и пойдет сегодня речь. Несмотря на вечный печальный вид и кажущуюся неповоротливость, бассеты – жизнерадостные и веселые собаки. Они обладают одним из самых важных для многих качеств – полным отсутствием агрессии к человеку. Это действительно очень добрые и ласкивые собаки. С детьми бассеты ведут себя осторожно, терпеливо сносят их шалости, с удовольствием общаются с другими собаками, можно приучить их к сосуществованию с кошками. Не терпят они только птиц и грызунов, будут охотиться на них. Сторож из этой породы никакой. Собачники шутят, если к вам в дом вломятся воры, то бассет поможет паковать вещи, донесет до лифта и на прощание залижет до смерти. Бассет – очень прожорливая собака. На улице обязательно сожрет какую-нибудь мусорку. При всем своем аристократизме пёс не чурается помоек, объедков и прочих уличных вкусняшек. Дома, если мусор в доступе, обязательно перевернет и пороется, а вдруг там прячется что-то съедобное. Бассет съест и за себя, и за кошку, и за хозяина. Часто переедает. Потом это всё из него лезет на пол. Еду надо прятать, и как бы собака на тебя жалобно не смотрела, не давать лишнего. Бассет хаунд не терпит однообразия на прогулках и нуждается в периодической смене обстановки, поскольку эта порода очень любознательная. Любимое занятие для неё – исследовать запахи вокруг, из-за чего она может потеряться. Лучше чередовать в прогулках дрессировку и свободный выгул в качестве награды за послушание, но никогда не оставлять собаку без присмотра. Собака очень социальна, не любит и не умеет быть одна. В одиночестве лает громко низким густым басом, а то и воет, что ничуть не лучше. Пёс склонен выражать протесты недовольства, устраивая лужи по квартире. Отучить практически невозможно. Это сохраняется на всю жизнь. Однако, если регулярно гулять не менее трёх раз в день и следить, чтобы дома кто-то находился, то таких сюрпризов можно избежать. Основной недостаток – слюни. Порода чрезмерно слюнява. Возвращаясь с прогулки, после еды, питья и игры любых движений она активно вертит головой, и слюни разлетаются по всей округе. Готовьтесь, что они будут на одежде, на столе, на мебели, на дверях и на ваших руках, и даже в вашей еде. Собака не виновата. Это неизбежное зло. С этим можно только смириться. Несмотря на популярность бассет-хаундов, эта собака подходит не всем. Не рекомендуется заводить её в качестве первого питомца, так как уход и воспитание требуют опыта. Порода упрямая, своенравная и в определённой степени сложная в обучении. Некоторые источники даже считают её абсолютно необучаемой. В книге «Интеллект собак» Стэнли Коррена Бассет-хаунд находится на 71 месте из 80. А на этом у меня всё. До следующих встреч на канале Чёрный Кот. «Интеллект собак»...